Микс Ньюз Добрый вечер. Мы снова в эфире. Пятница. Тревожная пятница. Как почти все дни последней недели в нашей стране. Блондинки совсем сегодня не склонны шутить. Здесь в студии у нас я Елена Лукьянова, звукооператор, звукорежиссер Родион Золотарев. Прекрасная блондинка. Сегодня две блондинки в синих очках. Я и Ольга Андреевна Павук, доктор экономических наук, профессор. И Влад Корягин, председатель совета директоров Baltic Travel Group. Мы хотим поговорить о том, на фоне пандемии сворачивается экономика. Сворачивается экономика по всему миру. В нашей маленькой стране первый удар, сокрушительный удар, очень тяжелый удар был нанесен именно по туристическому бизнесу. И на примере вот этой самой отрасли мы хотим разобраться, что с нами будет. Как сегодня происходит помощь государства, социальная солидарность в тех областях, по которым нанесен удар, независимо от того, насколько хорошо они работали, а работали они хорошо. 10% населения Латвии занято в туристическом бизнесе. Что будет с людьми, что будет с бизнесом, восстановится ли он. 672-12-93-9 наши телефоны, 672-13-93-9. Но мне кажется, разговор сегодня получится серьезный. Потому что, Влад, что происходит? Что происходит по-настоящему? Это же в общем огромная трагедия. На фоне вашего бизнеса такое же происходит с огромным количеством людей в нашей стране. Как выживать? Что происходит? Когда это все остановилось? Когда это все стало известно? Что сегодня? Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Хотя вечер не такой уж добрый, особенно для представителей туристической индустрии. Ну, скажем так, несмотря на то, что какие-то первые признаки того, что надвигается кризис, уже были заметны в феврале, когда пошла негативная информация из Китая, до последнего момента, до начала марта, казалось, что все обойдется. Самый большой сигнал и удар индустрии был нанесен, когда за два дня до начала выставки в Берлине, ITB, было сообщено, что этой выставки не будет. То есть выставка ITB – это крупнейшая туристическая выставка, на которую приезжают более 160 тысяч профессионалов со всего мира. И до последнего момента организаторы выставки говорили о том, что не волнуйтесь, выставка состоится. И этой выставкой мы покажем всему миру, что не стоит бояться коронавируса. Мы продемонстрируем свою солидарность и, в общем, приезжайте в Берлин. И фактически за два дня до начала выставки вышла информация, что по решению федеральных властей мероприятия такого рода и такого размера, они отменяются. Они все отменяются. Понимаете, уже стоял стенд Латвии готовый на выставке. Уже половина из этих 160 тысяч туристических профессионалов приехала в Берлин. И происходит такая информация, сообщается, что отменяется эта выставка. И вот дальше уже события покатились. Покатились, да-да-да, так сказать, и пошло-поехало. Вот, и стали отменяться другие крупные мероприятия. Автосалоны в Женеве, выставки IT-специалистов, конференции, международные мероприятия. И, конечно, стала появляться информация, что крупные компании запрещают своим работникам поездки, связанные с работой. То есть был еще момент, когда самолеты летали, движение... Ну, то есть фактически одномоментное обрушение. Да-да-да, одномоментное обрушение. Да, и потом за этим последовало перекрытие границ в европейских странах. Перестали летать самолеты, стали закрываться аэропорты. Некоторые авиакомпании объявили даже о банкротстве, например, английская авиакомпания Flybe. В общем, пошло-поехало. Гостиницы закрылись. Да, гостиницы закрылись, закрылись границы. И фактически, что происходит на сегодняшний день? То есть вся индустрия туризма, она парализована. То есть, как вы правильно сказали, в Латвии в этой индустрии по состоянию на третий квартал 2019 года было занято 45 тысяч человек. Все эти 45 тысяч человек на сегодняшний день – это потенциальные клиенты биржи труда. Да, биржи труда. Да, потому что... Не потому что мы плохо работали, не потому что мы неправильно вели свой бизнес, а потому что мы на сегодняшний день парализованы. То есть у нас нет возможности ни принимать туристов, ни отправлять, но при этом никто не отменял... Ваши обязательства. Наши обязательства. Никто не отменял аренду, никто не отменял зарплаты, никто не отменял трудовое законодательство латвийское, трудовой закон. То есть фактически там, я вчера был на латвийском телевидении, там была аналогия с машиной, которая на полной скорости врезалась в стенку. Да, я думаю, что мне как-то ближе аналогия, когда в Центре международной торговли в Нью-Йорке врезался самолет, да, башни сложились пополам, но при этом, так сказать, владельцам бизнесов, которые находятся в этих башнях, никто не отменял обязательства платить по счетам. Да, вот это та ситуация, в которой мы находимся здесь, хотя я должен заметить на позитивной ноте... Вы оценили, если по десятибальной шкале, в 30, я правильно понимаю? Да, 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 в 30, да, да, но я думаю, что тут даже оценки, так сказать, неуместны, да, это действительно, как сказал Макрон, мы находимся в состоянии войны. И Ангела Меркель сказала, что это самый крупный кризис, который случался в Германии после Второй мировой войны, да, и, в принципе, я тоже разделяю эту оценку, это абсолютный форс-мажор. Латвийское правительство сразу отреагировало, сказало, что будет оказана помощь. Сейчас идет заседание в Сеймах? Да, вчера было принято постановление Кабинета министров о мерах по оказанию помощи бизнесменам и бизнесам, которые пострадали, да, но вот я понимаю, что в первом чтении в Латвийском Сайме было принято это постановление, сейчас идет обсуждение второго чтения, так что я думаю, что сегодня до конца дня, да, до ночи какое-то решение должно быть принято, потому что, исходя из этого решения, те бизнесы, которые больше всего пострадали, но в данном случае я говорю о туристических компаниях, о ресторанах, о гостиницах, о перевозчиках, да, они должны принимать какие-то меры, да, потому что ждать мы больше не можем, нам надо принимать решение, спасайся кто может, да, либо мы... Да спастись-то некуда, это же границы закрыты. Единственное, что нас может какое-то время продержать на плаву, да, это финансовая помощь со стороны государства, потому что больше помощи ждать неоткуда, хозяйственная деятельность как таковая в туристических организациях остановлена, да, я когда говорю о туристических организациях, я имею в виду и гостиницы, и ресторан, то есть большинство гостиниц уже заявило о том, что они отпустили неоплачиваемый отпуск своих сотрудников, большинство ресторанов закрыто, ну вот агентство еще, скажем, держится на плаву, опять же, несмотря на то, что сейчас идет речь о том, что вот этот термин простой, да, простой, дыкставы, да, по-латышски, ни о каком простой речи не идет. Наши сотрудники, сотрудники туристических агентств, они работают 24 часа в сутки, помогают... Пытаются разгрести вот эту ситуацию, вывести людей. Да, вывести людей, да, и фактически мы не получаем за это никаких денег, мы несем прямые убытки, мы возвращаем, пытаемся... А кто платит за чартеры, которыми вы вывозите людей? Ну, за чартеры в данном случае там разные есть ситуации, где-то платили клиенты сами, где-то, как сказать, там AirBoltik предлагал места, да, то есть там в каждом конкретном случае это отдельно, но сейчас тоже возникает ситуация, когда много клиентов не смогло улететь в отпуск, несмотря на то, что они проплатили... А вернуться в Латвию? А вернуться, возвращать в Латвию вот людей? Ну, опять же, кто-то возвращался с помощью прямых рейсов, были организованы коммерческие прямые рейсы, кто-то возвращался через Лондон, через Истамбул, то есть до сих пор... Кто-то на машинах и сейчас еще ездит. Да, кто-то и сейчас едет, да, то есть... Кто-то пешком границы переходят. Да, кто-то пешком, да, то есть несмотря на то, что границы на замке, процесс возвращения граждан и неграждан Латвии, он продолжается, агентства работают 24 часа и пытаемся делать все, что возможно, но, соответственно, это уже такая, так сказать, работа не на страх, а на совесть, да. То есть фактически это не коммерческая деятельность, да, это скорее благотворительная деятельность, и большинство организаций, которые работают в сегменте тревел-бизнеса, они работают, скажем, как вот врачи спасают больных, то турагент спасают туристов. Ольга Андреевна, вы первой написали на своем сайте о кризисе мирового туризма, когда ученые, экономисты, специалисты это заметили, и что они об этом думают? Ну вот замечаемо, конечно, как раз то, о чем говорят бизнесмены. Вот здесь сидит Слава, и он косвенно был как раз моим таким вот ньюсмейкером, который сравнил существующую ситуацию с войной, с войной Первой и Второй мировой войной, и потом уже об этом сказал Макрон, потом об этом сказала уже госпожа Меркель. Наверное, они читают мои публикации по Сбуке, да. Наверное, читают Балтикорс, да, читают Балтикорс, да, как бы это ни было. Но это действительно так и есть. Ситуация настолько непрогнозируемая, настолько быстро развиваемая, что вот Слава сейчас упомянула эти большие конференции, которые откладываются вот за день, за два, за три. Ну вот лично у меня только две огромных отложились. Так самое интересное, я в колонке упомянула о том, что две конференции по коронавирусу мировые отменились. То есть уже были объявлены конференции, в которых будет обсуждаться вопрос кризиса, связанного с коронавирусом. Одна в Нью-Йорке, вторая, по-моему, в Голландии. То есть ситуация абсолютно непрогнозируемая. И когда мы говорим о туризме, то это действительно первые звонки, но они очень быстро распространяются на множество отраслей. Часть из них мы назвали, часть нет, потому что мы не сказали, например, рынок недвижимости, да. Это аренда, которая тоже затрагивает не только туристические компании. Ольга Андреевна, что делать? Что делать в таких ситуациях? Вот как раз мне, как юристу, кажется, что это тот самый случай. Вот государство очень часто вмешивается в бизнес-процессы, совершенно необоснованно, на мой взгляд, и превышает предел дозволенного вмешательства. Но это как раз тот самый случай, для чего люди однажды выбрали, организовали себе государство. Да, иначе оно, в общем, не очень сильно нужно им бывает. А когда государства должны приходить на помощь за счет того, что мы им платим налоги, они создают фонды на такие случаи, можно с этим справиться? Как здесь быть? Или всем миром собирать, поддерживать и отрасли, потому что туристическая отрасль для Латвии, она на самом деле играет гораздо большую роль, чем кажется на первый взгляд. В принципе, в перспективе это туристическая страна, в первую очередь. Ну, я бы сказала, если говорить про макроуровень, да, что туризм вообще в большинстве странах, это очень важная отрасль, потому что перемещение между странами в мире происходит везде. И, конечно, это не только Латвия. Но, если говорить о поддержке государства, то вот здесь мы как бы, ну, медленно все делаем. Медленнее, чем многие другие страны. Потому что меры нужны очень быстрый раз. Во-вторых, они должны быть понятными. Они должны быть простыми достаточно для того, чтобы можно было быстро их внедрить. Потому что все эти дробления вот этим дать, этим не дать помощь. Но это субъективизм такой. Это политический субъективизм, который очень вреден. Это не правило. Да, и он еще бюрократический. А бюрократия, как мы знаем, ничего быстро не делает. Поэтому вот те страны, где есть хорошая, ну, скажем, мозговая поддержка. Хорошая бюрократия. Ну, хорошая мозговая поддержка, то есть мозговой штурм, да, то они быстрее принимают решения. Они тоже их потом дополняют, изменяют там или еще что-то. Невозможно предвидеть все, да. Но делают все равно это быстрее. Та же вот Британия, ну, понятно, это большое, развитое государство. Они сразу сказали, треть бюджета отдаем сюда. Но они сказали, что с большим запрещением. С 15% ВВП. Ну, с большим, гораздо быстрее, чем многие другие, да, чем та же Латвия. Хотя Латвия, в общем-то, маленькая, бюджет у нас небольшой. И, в общем-то, нам легче, легче составить какую-то, ну, картину, как, что нужно делать, дорожную карту, что нужно делать вот в первую, во вторую, в третью очередь. Вот в первую очередь, действительно, это, наверное, туризм и все, что связано с туристом. Лат, из того, что обсуждается сейчас с ИМИ, что предлагается? Как будет распределяться адресная помощь государству? Она будет адресная или она будет справедливая? Я думаю, что она будет адресно-справедливая. Ура! Скажем, эти работники туристической отрасли первые получат эту помощь. Ну, во всяком случае, это согласно тому плану, который предложен правительством. Значит, какие меры поддержки? Во-первых, вот за простой будет выплачиваться 75% заработной платы, но не более 700 евро на руки. Это шаг номер один. Второй момент, который планируется, это возможность отстрочки по налогам до трех лет. До трех лет компания может не платить налоги на заработную плату. Значит, еще предусматривается возможность защиты от кредиторов. То есть, фактически до 1 сентября никто не может подать на нас в суд на банкротство, потому что мы можем сказать, что вот у нас такая ситуация, что мы не в состоянии платить. Ну, и плюс еще рассматриваются варианты льготного кредитования через Altum. Но, понимаете, это все меры, они, с одной стороны, хорошие, но, с другой стороны, деньги-то придется отдавать. И мы не против эти деньги отдавать, но для начала нам необходимо перезапустить бизнес. То есть, мы, конечно, можем взять до миллиона евро, но что мы с ним будем делать? Мы его будем проедать просто. То есть, у нас нет возможности при существующей ситуации, когда Рижский аэропорт закрыт, самолеты не летают, и граница на замке. И поезда не ходят. Да, у нас и паромы, да, кстати, и паромы в том числе. И международные автобусы. И международные автобусы, да. То есть, у нас нет возможности при всем нашем желании осуществлять хозяйственную деятельность. Поэтому, с одной стороны, здорово, что есть возможность получить эти деньги, но с точки зрения сегодняшнего дня это не имеет никакого смысла. Но, опять же, все усугубляется тем фактом, что никто не знает, когда этот вирус пойдет на убыль, когда эта пандемия закончится. Разные оценки приводятся. Кто-то говорит, что уже к началу лета ситуация будет улучшаться. Кто-то говорит, что до осени. Кто-то говорит, что это вообще на два года. Ну, в общем, поживем. То есть, разные сценария. Мы прервемся на минуту буквально. Оставайтесь с нами. У нас реклама. Мы вернулись в эфир. Ольга Андреевна Павук, профессор экономики. Влад Корягин, председатель совета директоров Baltic Travel Group. Мы продолжаем обсуждать вопрос о кризисе туристической отрасли в Латвии и вообще о кризисе в экономике Латвии. Ольга Андреевна, вот какой, на Ваш взгляд, как человек, который видит большие бигдата, какую роль играет туризм и какой ущерб, урон будет нанесен, если эта отрасль умрет? Ну, я оптимист. Вообще, никто не хотел умирать. И туризм не умрет, если мы все не умрем от коронавируса. Я бы так сказала. Но это та отрасль, которая связана еще с многими другими направлениями, сферами деятельности. И все вместе – это, конечно, очень большая часть латвийской экономики. Это и транспорт, это и здравоохранение, и медицина. Это тоже все туризм. Туризм – это не только выставки, о которых мы сейчас говорим. Туризм – это гораздо шире и гораздо больше. Это перевозки, вот это вот все эти вот… Да, я могу добавить. Подождите, у нас есть звоночек. Послушаем, наденьте, пожалуйста, наушники. Да, здравствуйте, Вы в эфире. Слушаем Вас. Добрый вечер. Но вот Ваша сегодняшняя передача у меня вызывает улыбку. А я заметил, вот как бы я ни выражался, у меня есть куча сторонников на радио. Вот если хотите, я выскажу, почему мне смешно вас слушать. Давайте вопрос задайте, пожалуйста, нашим гостям, и мы продолжим обсуждать нашу тему. Не кажется ли вам, что сейчас вы, когда говорите о преимуществах туризма, тут Ольга говорила сейчас, что если мы все не умрем, так сейчас вы о чем говорите? Вот я сказал капитализм о деньгах, о конференциях. То есть, чтобы все было так, как вы хотели. А что вы хотите? Вы хотите денег и чтобы конференции были? Я не поняла Ваш вопрос, спасибо. Я думаю, что я могу продолжить Вашу мысль. Если говорить только о туризме, и только о сфере размещения, питания, и о деятельности турагентств, то это у нас где-то порядка 2,6, процента от ВВП. Если мы добавим транспорт, если мы добавим музея, и все, что связано непосредственно с транспортом, с туризмом, с размещением и так далее, это почти 8,5%. И это, в принципе, для таких, скажем, нетуристических стран, это такая средняя температура по больнице. Конечно, есть у нас примеры такие, как Греция, где этот процент намного больше. Арабские Эмираты. Да, Арабские Эмираты, там, я не знаю, Сейшелы, Мальдивы и так далее, там этот процент может составлять и 30, и 40, и 50%. Но в целом, если мы говорим о Северной, Восточной, Центральной Европе, то вот 8,5% это вклад нашей индустрии. Это средняя цифра по Северной Европе? Это 8,5% это что касается Латвии, да, и, в принципе, это ненамного отличается от... От Парижа. От Парижа, но я думаю, что Франции... Ну, от Стокгольма. Это может быть, да, но я думаю, что это примерно... Примерно, да, европейский цифр. Примерно, да, 8,5%, 8,5%, 10%. Да, вот, ну и как уже мы говорили до этого, это 45 тысяч человек, то есть это фактически 10% где-то трудоспособного населения. Конечно, это люди. Да, это люди, которые этим занимаются, вот, и это сегодня все находится, скажем, в группе риска. У нас еще один звонок, давайте его послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, вы знаете, я полностью согласен с предыдущим говорением. Когда мы будем думать о тех, кто что-то производит, что-то делает, не только... Вы считаете, что туризм это не... Ну, мы в угоду туризма уже давно забыли, что что-то надо производить, промышленность, одним туризмом мы не выявляем. Спасибо. Но мы же говорим о людях, которые там работаем. Нет, но мы... Они производят, да, они не производят машины, они производят услуги. Но 8% это не 100, но это отрасль, востребованная отрасль, и это экономика. И она просто первой показала, что она перестала работать. Мы сейчас об этом говорим. Мы не говорим о производстве, которого нет в Латвии или есть оно, мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что это первый звонок, но за ним последуют и другие. И это все люди. И вот то, что правительство сегодня делает, пока, ну, больше... Вот я так это вижу. Пока больше разговоров о поддержке все-таки какого-то крупного бизнеса. А думать надо о том, что поддерживать надо каждого человека. Каждого человека, который работает в большом бизнесе, и каждого человека, который работает в маленьком бизнесе. У нас еще один звоночек, давайте послушаем. Если еще третий поддержит, скажет, оскал капитализма, будет очень странно. Слушаем вас, вы в эфире. Простой вопрос. Так кто вам мешает продолжать работать? Продолжайте работать. Спасибо. Еще раз я повторюсь, что мы бы с удовольствием продолжили работать, но на сегодняшний день у нас руки связаны. Форс-мажорными, государственными решениями. То есть в условиях, когда не летают самолеты, не ходят поезда и границы на замке, мы не в состоянии заниматься хозяйственной деятельностью. У меня такое ощущение, что у наших слушателей представление об экономике, как о Советском Союзе, фабрики, заводы. И, в общем-то, больше экономику никто никак не представляет. Да, танки, наверное, трактора надо выпускать. Наверное, кто-то, наверное, не понимает, что для того, чтобы платить зарплату, надо откуда-то получить эти деньги. Если поступления прекратились, то зарплат не будет. Об этом ведь речь слаба, да? Или что в социалистических странах у нас не было туризма. Да, и поэтому государство принимает меры, чтобы как-то эту ситуацию нивелировать. Еще один звонок? Нет, сорвался уже. Так что надо делать? Продолжение, опять же, вашей темы, да, что, естественно, когда будет принято решение о том, кому помогать и в каких объемах, будет просматриваться история, как предприятие платило налоги в вид в Алсениму МДНС, налоговую службу. То есть, соответственно, право на получение этих всех пособий имеют только компании и работники, да, те, кто исправно платил налоги. Ну хорошо, а если таких будет очень много и выделенных средств не хватит, извините, у нас еще один звонок, послушаем? Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вот я как раз буду говорить со стороны бизнеса. Да, пожалуйста. Это две категории. Это люди и деньги. Наше правительство приняло сейчас законы, позволяющие как-то компенсировать убытки людей. А про бизнес они совершенно не думают. Потому что все в бизнесе взаимосвязано. Например, еда, да. Там все рестораны прекращают работы. Прекращают работать, перестают платить арендную плату. Магазины прекращают работать, перестают платить арендную плату. А все те, кто сдают им помещение, у них у всех кредиты в банках. И в конечном счете все это приходит к деньгам. Потому что те, кто сдают недвижимость, они не могут платить кредиты. Поэтому государство должно принять вторую часть помощи. Они должны принять закон, позволяющий не платить в этом форс-мажорном состоянии никаких платежей банкам. Спасибо вам огромное. А помощь финансовую должны оказать банкам, чтобы те могли выдержать этот кризис. Пожалуйста. Спасибо большое. Ольга Андреевна, что скажете? Ну вот отличный комментарий. Об этом, в общем-то, мы и... То есть экономика – это не разрывная цепочка. Об этом мы и говорим. Конечно, бизнес – это люди. Но бизнес нуждается в поддержке не только людей, но и своей деятельности. И поэтому, конечно, правительство должно думать о том, чтобы поддерживать. Поддерживать не только большие компании, еще раз говорю, а поддерживать каждый бизнес. Потому что латвийская экономика на очень большой процент зависит от малого бизнеса. Не только от больших компаний. Большие компании быстрее сейчас сориентируются, быстрее получат поддержку, быстрее смогут ее каким-то образом использовать. А что делать вот этой большой армии малых бизнесов, малых, мелких? У нас микропредприятий более 50 тысяч. А много в туризме маленьких предприятий? Я думаю, да, очень много. И не только в туризме. Да, и вот вопрос тоже, что будет с самозанятыми. И ритуальные предприятия, самозанятые – это тоже все люди, конечно. А вот эти маленькие мужи, которые принимают людей, которые готовят там специальные блюда, к которым такие специальные кулинарные экскурсии, это же тоже все люди. Это малый и средний бизнес. В данном случае я не хочу ни на кого стучать, что называется, как Павлик Морозов. Но мы все прекрасно представляем, что многие из этих бизнесов еле-еле сводят концы с концами, и поэтому находятся в такой серой зоне. То есть вряд ли они там платят какие-то сверхналоги, да, скорее всего. Они все живут на минималку, особенно это те бизнесы, которые находятся, скажем, за пределами Латвии. Извините, за пределами Риги. Да, весь этот сельский туризм, какие-то небольшие там, не знаю, музеи, мужи и так далее, и так далее. То есть я думаю, что это довольно будет серьезный удар по такому бизнесу. У нас еще один звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. А вот вы не подскажете, как вы считаете, откуда правительству взять деньги, если налоги не будем платить, зарплаты будем платить, налоги не будем платить, финансовую помощь будем оказывать, чем? Потом, когда все платили, ну, может, не все, ну, как бы, большинство платили налоги, так и то, и на то не хватает, и на то не хватает. Спасибо, спасибо, вопрос понятен. А откуда мы возьмем деньги, когда налоги не будем? Спасибо большое. Ваш вопрос понятен. Сейчас спросим, Ольга Андреевна. Ну, здесь как бы все понятно, правительство уже сказало. Один миллиард сначала сказали, потом два миллиарда – это деньги. А откуда? Откуда эти деньги? Миллиард – это были отложенные деньги на разные мероприятия. Второй миллиард – это… Это на те мероприятия, которые сейчас сорвались? Которые сейчас нет. – Которых нет. – Которых нет. И второй миллиард – это деньги заемные. – А какой-то фонд экстренный существует? – Ну, вот это первый миллиард. Условно, это деньги, которые были отложены на экстренные случаи. – Заемные, еще какие-то. Неважно. Деньги могут быть заемные. Это не самое страшное для государства. Важно, чтобы они в принципе были. И поэтому деньги-то есть. Два миллиарда для Латвии – это не так уж мало. 200 миллионов, вот вроде бы по первым каким-то прикидкам уже хотят кинуть в помощь тем, кто не получает зарплаты. Может быть, эта сумма будет увеличиваться, мы тоже не знаем. Нет сейчас конечных рецептов, что делать, нет пока. Пока есть первые какие-то наметки. – Да, и еще раз хочу сказать, что все эти меры поддержки, которые предусматривает постановление правительства, которое вот сейчас обсуждается со всеми, все эти меры, они рассчитаны на два месяца. – Да. – На два месяца. Да, то есть у нас ожидание есть такое, что за два месяца весь этот кошмар – Рассосется. – Рассосется. – Рассосется. И мы вернемся к… – Но, скорее всего, это ожидание необоснованное. – Да, это ожидание необоснованное. Потому что, во-первых, мы не знаем, что произойдет через два месяца, может быть, ситуация станет еще хуже. – Вакцину нам раньше осенью не обещают. – Да. Ну, еще раз я говорю, что может быть, ситуация не рассосется, и здесь вообще ведут комендантский час, как уже в некоторых странах. Это такой худший сценарий, да. Но еще, что самое такое трагичное, да, что за эти два месяца может поменяться наше мировоззрение и наши паттерны. Может быть, люди настолько испугаются пользоваться услугами авиакомпании, что у нас даже при условии, что найдут вакцину, при условии, что… – Люди перестанут перемещаться по миру. – Люди перестанут перемещаться, уменьшится количество бизнес-поездок, уменьшится количество конференций, мероприятий, концертов и так далее. – У нас еще один звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. – Коронавирус, первопричинам всего. У вас сегодня хоть раз прозвучит в эфире. – Так у нас мы с этого начали, извините, но мы с этого начали. – Люди хотят, чтобы мы говорили о том, как лечить. – О коронавирусе мы сегодня говорим о последствиях для экономики коронавирусной инфекции и пандемии. Еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. – Добрый вечер. Вы знаете, как себя очень красиво показал наш МИД на границе с Польшей и Германией. В Германии никто не приехал, ни с Польши никто с МИДа не приехал. То есть бросили людей. – Ну как, что значит бросили людей? Во-первых, еще раз, есть ли закрыты границы других государств? – Не перебивайте, пожалуйста. – Мы сейчас говорим о бизнесе или о МИДе? Давайте говорить о бизнесе, об экономике. О МИДе – это другая тема. Влад, как надо делать? Как, вот как бы, на ваш взгляд, что недостаток какой есть у тех действий государства, которые сегодня проводятся? Что, какая проблема? Чем посоветовать, помочь? Что должны вот в обратной связи сказать бизнесмены, государству, которые сейчас готовы оказывать помощь? – Ну вот сегодня я внимательно слушал прения депутатов во время обсуждения первого чтения закона. И несколько депутатов сказали, что, ребята, мы находимся в условиях чрезвычайной ситуации. В условиях чрезвычайной ситуации традиционные методы не работают. Соответственно, мы находимся в условиях фактически войны, но при этом у нас нету никаких поправок в Трудовом кодексе, что происходит, если на нас напали марсиане. Соответственно, самая большая моя проблема на сегодняшний день – это мои обязательства. – Это соблюдение трудового законодательства, да? – Да, это соблюдение трудового законодательства, потому что если я сейчас буду увольнять сотрудников так, как это предписывает Латвийский трудовой кодекс, то, в принципе, я могу сразу объявлять себя банкротом. – Денег нет. – Денег нет, да, денег нет, но вы держитесь. Потому что туристический бизнес в Латвии, если говорить о принимающем туризме, отправляющем чуть по-другому, но в принципе основной кэшфлоу, приток денег приходится на период с мая по сентябрь. И фактически весь туристический бизнес, гостиницы, рестораны, турагентства, которые работают на прием, они на экспорт, на экспорт услуг, да? Мы должны говорить, что это экспорт, да? Это экспорт услуг. Это компания, которая зарабатывает деньги, как я уже сказал, с мая по сентябрь и потом с октябрь по апрель фактически мы выживаем на те деньги, на которые… – Которые заработали. – Которые мы заработали, да? – Слушайте, у нас разрывается телефон. – Отлично, давайте послушаем. – Давайте послушаем. – Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. – Алло? – Говорите, пожалуйста. Нет, нет. Так, следующий. Здравствуйте, вы в эфире. Так, опять сорвалось. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. – Добрый вечер еще раз. Так вот, смотрите, деньги МИДа, да, которые были послам предназначены, которые убежали сюда в Латвию практически, все их эвакуировали, то есть они получают в полном большом объеме. Перераспределить надо. – Понятно, спасибо, но мы сейчас все-таки… Мы сейчас о другом. Спасибо. – Я могу добавить человеку, который только что говорил о деньгах МИДа. Конечно, и деньги МИДа тоже надо перераспределять, но это не самое главное сегодня. – Но насколько я знаю, все-таки посольство не закрыто, они только визы перестали выдавать. Посольство не закрыто. – Разговор о другом, я как поняла. Это те деньги, которые получают сотрудники МИДа, я думаю. Скорее всего, о бюджетах МИДа речь шла. Конечно, можно сокращать и бюджеты министерства нужно, но это не самое главное. Самое главное – выстроить систему поддержки людей и бизнеса. И это должно делаться одновременно. Нельзя думать только о людях, забыв о бизнесах. И нельзя думать только о бизнесе, забыв о людях. Потому что бизнес – это и есть люди. Это люди, которые там работают. – У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. – Здравствуйте. – Да, добрый день. А можно задать вопрос вашему эксперту? – Нужно. Задавайте, пожалуйста. – Алло. – Да, добрый день. А вот хотелось бы узнать по поводу адресно-справедливой помощи. Вот насколько она будет правильно адресована и насколько будет справедливо. И почему ваш эксперт ничего не сказал про шоу-бизнес? Потому что пострадали организаторы многих концертов. – Спасибо большое. Ну, во-первых, мы говорим о бизнесе в целом. А во-вторых, это не совсем вопрос моему эксперту, потому что мой эксперт может высказать пожелание, как бы это должно было быть организовано. А как это будет организовано – это все-таки вопрос бюрократии. Да, пожалуйста. – Я хочу сказать, что действительно, я думаю, что организаторы крупных мероприятий, концертов, они тоже с нами в одной лодке, потому что вот проблемы и ограничения, связанные с коронавирусом, ударили и по ним. То есть у нас есть ограничения на мероприятия массовые, да, то есть больше чем по 50 человек не собираться. Соответственно, все крупные концерты у нас… – Спектакли, концерты, кино, – Спектакли, концерты, да, кино, все массовые мероприятия, – это тоже, я думаю, среди тех отраслей… – Мы сказали туризм, но имели в виду все это. – Да, да, да. Но еще я хочу, пользуясь случаем, был вопрос по поводу… – Справедливо. – Справедливо. Нет, по поводу спасения латвийских граждан и неграждан, которые оказались за границей. Опять же, были организованы и коммерческие рейсы, кто-то добирался сам, но вот в частности, только что получил сообщение от моего коллеги по туризму от Константина Польгова из компании «Тестурс», что компания «Тестурс» людей вывозила за свои деньги, и, соответственно, им никто не оплачивал вот эти все чартерные перелеты, то есть фактически компания вложила свои деньги, чтобы спасти туристов и вернуть их. И, соответственно, тоже вопрос, если эти убытки им не возместят, у компании возникнут большие финансовые проблемы. И это тоже вопрос. Как мы помним, когда банкротировала крупнейшая и старейшая английская туристическая компания «Томас Кук», английское правительство оплачивала вывоз туристов со всего мира? Значит, в данном случае коммерческая организация за свои кровно заработанные деньги вывозила туристов из-за границы, из-за непрогнозируемой ситуации. И эти вопросы тоже надо поднимать и обсуждать, кто будет оплачивать возникшие убытки. Ну так все-таки, как должна быть организована помощь бизнесу? На ваш взгляд. На мой взгляд, государство должно перенять часть обязательств. Прежде всего, это касается оплаты рабочей силы и, скажем, обязательств, которые возникают у работодателя перед работниками. Я думаю, в условиях, когда ситуация носит непрогнозируемый характер, и это действительно форс-мажор, те обязательства, которые в рамках трудового законодательства несут перед работниками коммерсанты, эти обязательства должно перенять государство. Это раз. А создать наиболее благоприятный режим до прекращения вот этих обстоятельств? И еще на какое-то время для восстановления бизнеса? Максимально люботный режим. Я говорю, если я, опять же, рассматриваю со своей точки зрения, что для... Я здесь как представитель туристического агентства, значит, для меня, скажем, 80% моих расходов это расход на персонал, да, и 20% это расход на поддержание инфраструктуры, офис, интернет там и так далее, и так далее. То есть, фактически, я говорю, для меня на сегодняшний день самая большая проблема и самый большой риск это оплата сотрудников. То есть, с одной стороны, государство заявляет о том, что нельзя допустить массовых увольнений, нельзя допустить, чтобы десятки тысяч человек сели на шею государства и стали получать пособие по безработице, потому что это будет очень сильный удар. С другой стороны, на сегодняшний день, то предложение, которое есть, оно, может быть, с точки зрения социальной справедливости, оно не самое плохое. То есть, у нас есть вот эти 700 евро, которые государство будет перечислять напрямую с сотрудником, но с другой стороны, вот вопрос, откуда 700 евро, да, есть разные категории сотрудников, кто-то получает и тысячи евро, кто-то полторы тысячи, кто-то две тысячи евро, да. Ну, хоть как-то. У нас еще один звоночек, давайте послушаем, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. А вот Заня еще правильно говорил про министерство иностранных дел? И Теренкевич, и все остальные, они же как получали, так и получают. Причем здесь это? Мы сейчас говорим о том, как нужно спасать бизнес. Спасибо. Хочу продолжить то, что говорил Слава. Про 700 евро мы уже слышим. Хорошо это или плохо, но это тот минимум, который позволит людям ходить в магазины вот сегодня, завтра, послезавтра. И платить квартплату. К квартплату даже можно приостановить, этот отдельный разговор. Как французы сделали. Можно, да, может быть, можно и приостановить. Но есть другие примеры. Есть примеры, где уже приняли решение о поддержке именно бизнеса. Не только путем выплаты заработной платы в минимальном размере, но и в виде каких-то грантов. Например, те же британцы, да, они уже предложили тут же размер 25 тысяч. Ольга Андреевна, могли бы экономисты предложить правительству такие планы, схемы? Как бы это можно было сделать? Ну, пусть они читают хотя бы то, что мы пишем и слушают то, что мы говорим. Подождите, есть экспертное сообщество. По идее, любая государственная машина, любые бюрократы должны работать вместе с экспертами, а не опираться только на своих нанятых, которым они платят зарплату. Готова экономическая наука, латвийская, латышская помочь правительству предложить вариант. Ну, я могу сказать, что не уверена в том, что готова. Потому что наука латвийская, вот такое, как сообщество, уже просто не существует. То есть науки нет? Нет, существуют отдельные ученые, отдельные какие-то университеты или еще что-то. Но такого вот сообщества, которого быстро могло собраться и что-то выдать правительству, то есть собраться быстро, собраться сегодня. Бизнес-ассоциация. Готова предложить такие меры правительству? Ассоциации рестораторов, туроператоров? Я думаю, что есть несколько отраслевых ассоциаций. В данном случае я представляю ассоциацию латвийских туроператоров и турагентств «Алта». Мы последние две недели в режиме нон-стоп работаем с Министерством экономики, предлагаем свои меры. То есть они вас слушают? Да. Хочу также ответить, мне тоже пишут на WhatsApp, мои знакомые говорят о том, что необходимо снизить налог на добавленную стоимость, необходимо снизить налог на, собственно говоря, услуги гостиницы, ресторанов. Но я думаю, для того, я полностью согласен, что… Его нужно снизить. Его нужно снизить, да, но прежде, чем мы его снизим, нам необходимо открыть границы, запустить трафик, да, потому что на сегодняшний день, снижая этот налог или не снижая, у нас нету туристов, да, у нас нету кому продавать эти услуги. Сейчас нам осталось буквально несколько минут, но похоже, что мы сейчас констатируем, в Латвии нет законодательства о чрезвычайных ситуациях, о том, как жить и работать в чрезвычайных ситуациях. Коммерсантам, коммерсантам. Ну почему? Ну в данном случае мы говорим, почему только коммерсантам? Я думаю тут и о людях обычных, тоже истории, много неурегулированных правом. Ну законодательство так быстро поменять нельзя, но, конечно, есть сообщества, вот не научные может быть, да, но сообщества коммерсантов. Профессиональных. Профессиональных, которые лоббируют либо определенные отрасли, о чем говорил сейчас Слава, да, то есть туризм и все, что относится к туризму, либо в принципе бизнес. Та же конфедерация работодателей, та же торговая палата, они предлагают принять меры помощи ко всем участникам бизнеса. Участникам рынка. То есть в данном случае речь идет не о лизме, об объединении бюрократии с профессиональными сообществами для выработки мер, которые не позволят совсем задохнуться и пойти ко дну. Влад, скажите, последний вопрос. Вот если в течение четырех месяцев это остановится, встанете потихоньку на ноги, сколько вам потребуется времени? Я думаю, если государство возьмет на себя некие обязательства и сможет оплатить трудовые ресурсы, скажем, я думаю, со временем мы выкарабкаемся. Сколько? Год? Два, три? Это все зависит от того, когда этот коронавирус пойдет на спад. Пока что таких, к сожалению, позитивных новостей у нас нет. И главное, чтобы хотя бы крупные участники, ну, крупные, относительно крупные, чтобы они не закрылись, потому что им труднее возобновить потом свою деятельность, потому что это целая система. Да. Спасибо большое. У нас в студии были Ольга Павук, Влад Корягин, Елена Лукьянова, звукорежиссер Родион Золотарев. Пятница вечер. Даже в этих условиях я вам советую, ведите себя плохо, но только не заражайте никого. Хорошо, спасибо. Бай.